Свобода Тема этой недели – свобода. Если бы я составлял список того, чем Иисус является для нас, то свобода вошла бы в этот список. Иисус принес нам свободу, духовную свободу, а также свободу от наших грехов, неудачи прошлого. Он принес нам свободу тела от зависимости, от болезни, немощи, от родовых проклятий, от демонического угнетения. Он принес нам свободу от волнения, эмоциональную свободу, чтобы мы могли жить в мире покоя с уверенностью, а не со страхом и тревогой. Иисус за свободу. Он не поместит вас в рабство. Самая большая ложь о христианстве – это то, что христианство ограничит вас. Это, как никогда, далеко от истины. Оно даст вам такую свободу, как ничто другое. Если вы последователь Христа, это не означает, что вы круглосуточно живете в полнейшей свободе. Бывают моменты, когда Бог учит нас доверять Ему, чтобы мы пережили на себе Его силу, умели распознать Его голос, по-новому узнали свободу и продолжали расти. Чтобы не происходило в вашей жизни, вы должны продолжать расти. Когда мне было 10 или 12, я думал, что до 20 лет уже все в жизни будет понятно. И вот мне уже за 30, а я все еще учусь. Мне уже давно за 30. Хочу дать вам 3 или 4 совета о том, как подготовиться к свободе. А вы бы хотели, чтобы в вашей жизни стало больше свободы? Да, я так и думал. Есть сила, которая может сделать нас свободными. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, чем лучше мы знаем истину, тем больше у нас будет свободы. Слишком долго мы думали. Я произнес молитву покаяния, окунулся в воду, и все. Это самообман. Так вы поняли, что такое вечность, и получили полный доступ ко всему, что есть Божьим Царством. Это не означает, что ваша жизнь изменена полностью. Писание говорит, что спасение нужно совершать. Итак, свобода. Один из ее компонентов — это освещение. Это не религиозное слово. Оно означает отделить себя для Божьих целей. Когда Иисус новин готовился вести евреев, бывших рабов, в землю обетованную, они еще никогда там не были, Моисей, которого наняли для этого, оказался неэффективным и не смог выполнить задание. И вот его последователь Иисус новин говорит народу, «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Перед тем, как Бог будет творить чудеса, вы должны сделать кое-что с собой». Тут под освещением подразумевалось очищение духовное и телесное. Нам с вами нужно подготовить себя к Божьей свободе. Многие из нас были бы счастливы, если бы Бог освободил нас от того, к чему мы привлекли его внимание. Мы хотим свободу от долга по кредитке. Мы хотим свободу от последствий переедания на этой неделе. Мы хотели бы проснуться в понедельник на 5 килограммов полегче. Мы счастливы, если Бог приносит свободу туда, куда мы Ему указываем. Но величайшая свобода — это когда мы сотрудничаем с Богом там, где Он хочет двигаться. А для этого нам нужно осветить себя. Нам нужно добровольно отделить себя для Божьих целей. Хорошо, если мы готовы очистить себя, покаяться и сказать, «Прости меня, Бог, я не буду требовать, чтобы Ты дал мне свободу». Я хочу почитать себя своей жизнью. Прости, если я относился к Тебе не серьезно, а к Твоим заповедям как к предложениям. Я не думал о том, чтобы почитать себя. Прости, я хочу посвятить себя Твоим целям. Это только между вами и Богом, а цель — свобода, прорыв, освобождение и целостность. А начинается все с готовности осветиться. Евреям это далось непросто. Поколение, которое когда-то делало кирпичи и вышло из Египта, умерло в пустыне за исключением двух семей. А это уже второе поколение евреев-рабов на пути в землю обетованную. Когда Иисус Новин сказал «Готовьтесь», они были очень внимательны, потому что последние, кто дошли до этой черты, справились не очень хорошо. Не все, кто получают приглашение в Божию свободу, принимают его. Второй компонент — это готовность слушать. В Библии не так много вещей, которые постоянно упоминаются, как важная составляющая людей Божьих. И одна из них — это умение слушать. Иисус сказал «Мои овцы знают Мой голос». В книге притчи говорится о том, как мудрость взывает на улицах к тем, кто готов ее послушать. Бог говорит к людям. Он говорит к вам через слово, через тихий голос в вашем сердце. Он дал вам совесть, чтобы вы умели отличать хорошее от плохого. Если вы научитесь слушать, то Дух Божий увеличит громкость, но если вы будете игнорировать, то станете черствым и бесчувственным. Иисус сказал «Научитесь слушать Бога». Он может говорить с вами через самые невероятные вещи. Многие из нас думают, что зло пытается искушать нас на всяком месте. А почему мы не думаем о том, что так же и Бог может говорить с нами везде и всегда? Я не говорю вам стать странными и начать слышать голоса отовсюду. Я говорю о том, чтобы настроиться и быть готовым услышать Бога в любой момент. А в любом другом контексте, кроме этого, мы превозносим людей с развитой интуицией, снимаем фильмы о заклинателе, лошадей, думаем. Какой это прекрасный дар. А если человек говорит, что слышит Бога, мы говорим, что он сумасшедший. Я не хочу быть одним из них. Ты слышишь голоса? Что с тобою не так? Мы вдруг становимся скептиками, скрещиваем руки и начинаем сопеть. Я не собираюсь верить в это, а я вот собираюсь. Почему вы принимаете все формы слушания, но не принимаете слышания от Бога? Не нужно так ожесточать свое сердце. Но я уже произнес молитву покаяния. Я рад за вас. Но если вы не собираетесь слушать Бога, то эта молитва имеет очень ограниченную сферу влияния. Теперь-то вы счастливы? Далее у нас идет пункт номер три. Желание угождать Богу. А в этом нет ничего сложного. В вашем сердце просто должно быть желание угождать Богу. Никак не уйти от этого. Или что я могу получить от Бога? А как я могу угодить Богу? Книга Даниила, первая глава, говорит об этом. Вы знаете историю Даниила. Даниил был евреем. Он жил в то время, когда Божий суд излился на всех евреев. Пришли в Вавилонию, уничтожили Иерусалим, а Даниил и многие его ровесники были взяты в плен. Всю свою жизнь Даниил прожил в рабстве. Он один из самых выдающихся людей в Библии. Библия говорит, что Бог неоднократно посылал к Даниилу ангелу, чтобы сказать, «Ты очень ценен». При этом он всю жизнь прожил в рабстве. Но в первой главе нам показано сердце Даниила. Дым от разрушения Иерусалима все еще жив в его голове. Он недавно прибыл в Вавилон и все еще пытается понять, что будет дальше и как он будет жить. И вот Даниила берут служить при дворе вавилонского царя. Первая глава, восьмой стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином». Нам с вами это не понять, потому что у нас нет ограничений в еде и вопросе святости. Но для посвященного еврея соблюдение правил о еде, которые им оставил Моисей, было в самом сердце их веры. А теперь он в стороне с другим питанием и другими правилами. И Даниил имел право пожать плечами и сказать «Бог был несправедлив со мною». Я благочестивый и праведный юноша. Я почитал Бога своей жизнью, но я видел разрушенный Иерусалим, сожженный храм, убитых друзей и знакомых. А теперь я еще и раб. Я нахожусь в чужой стране. Даниил мог запросто огорчиться и разочароваться. А вы были когда-нибудь в такой ситуации? Я помню, как я стоял в поле и тряс кулаком на Бога, потому что был недоволен его работой. Но Даниил был не таким. Написано, что Даниил решил в своем сердце не оскверняться. Он решил почитать Бога даже своей вилкой, даже вилкой. И так Даниил жил до конца своих дней. Его приговорили к казни и бросили в ров со львами за то, что он не отказался от молитвы и не молился в тайне. Это было позже в жизни, но, думаю, этот урок был заложен в его жизни еще в самом начале. Еще в первой главе он говорит, «Я не хочу оскверняться. Я буду угождать Богу, несмотря на то, нравится ли мне то, что он делает или нет. Получаю я то, что хочу или нет. Я хочу угождать Богу». Подумайте над этим. Вы можете сказать Богу, «Бог, я хочу угождать тебя. Я хочу почитать тебя. Не потому, что так я получу то, что хочу. Я просто хочу угождать тебя». Освещайте себя. Слушайте. Желайте угождать Богу. И последнее — это участие. Исайя, 6 глава. Мы уже говорили об этом. Это глава, в которой Исайя получает поручения или задания от Бога в тронном зале. Многие из нас не получают заданий в такой торжественной обстановке или не получают таких сложных заданий. Исайя тоже не был к этому готов. Кто-то однажды сказал мне, что серьезные задания требуют серьезного водительства. Тогда я понял, что меня устраивает тихий голос в сердце. Я не хочу, чтобы Бог кричал на меня. Мне не нужны гром и молнии. Нет уж, спасибо. Подумается, и позже до вас дойдет. И так сказано, услышал Исайя голос Господа говорящего. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И сказал Исайя, вот я, пошли меня. А что сказали бы вы? Я знаю прекрасного человека. А кто из вас молился о том, чтобы Бог поднял в нашем поколении человека, который изменил бы мир во славу Божию? Да. А знаете, что Бог говорит? Посмотри-ка в зеркало, дружок. Нет, Господь, я имел в виду кого-то важного, одаренного, подготовленного. Мы должны быть готовы на любом месте сказать, а вот он, я. Пошли меня. Все для тебя, Господь. Я выбрал две главы из Книги Деяний, потому что в них говорится о величайших прорывах в Новом Завете. Один из моментов — это вербовка Салла Тарсянина. Он сам называет себя фарисеем из фарисеев. Он злой, свирепый, кровожадный человек, и Иисус нанимает его к себе. Второй момент — это момент, когда Бог изливает свой дух на семью римского сотника Корнилия. Давайте поговорим о них, потому что они изменили курс Нового Завета. Обращение Салла Тарсянина из влияния духовки Саария в доме Корнилия изменили историю. До этого момента история Иисуса была на 99,9% еврейской. И никто из участников этой истории не думал, что будет как-то иначе. Но когда мы доходим до 9-й и 10-й главы, сценарий меняется. Еврейский народ не уходит на второй план. Даже не думайте об этом. Но теперь эта дверь открыта для всех. В этот момент многие из вас должны говорить «Аминь». Давайте быстро рассмотрим эти истории. Я знаю, вы с ними знакомы. Деяние 9-я глава Саввел на дороге в Дамаск. Он разобрался почти со всеми христианами в Иерусалиме. За это получил продвижение и возможность заниматься этим в других городах. Теперь он пытается открыть филиалы ненависти к христианам. И вот он на пути в Дамаск. И внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» Кто это говорит? Иисус. А вы помните, что в первой главе Иисус вернулся на небо. И вот в 9-й главе он на дороге в Дамаск пытается образумить Савву. Он вернулся. Кто ты? Господи. Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в город и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Мне кажется, Иисус уже знал, чего хочет от Саввы. Вы согласны? Я считаю, что в тот момент Иисус уже знал, когда ткнул его носом в пыль. Парень, ты меня слышишь? Если бы я занимался дисциплиной, то высказал бы ему все. Сейчас я тебе все скажу. Да, сэр. Да, Господь. Но Иисус поступил не так. Он сказал, вставай, иди в город и там узнаешь следующий шаг. Мне это кажется странным. Я бы сразу все выложил. Кто из вас когда-нибудь говорил Богу, если бы ты только рассказал мне все, чего хочешь от меня? Вы знаете, что это плохая просьба? Недавно я проводил свадьбу. Представьте, что вы сидите с парой на их последней, до брачной консультации и показываете им видео всех выдающихся моментов их брака. «Думаю, свадеб стало бы поменьше». А представьте пару ожидающих ребенка, а вы показываете им реальное видео всего, что ждет их дальше. «Бог по своей милости по благодати открывает нам только следующий шаг. в Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, «Анания?» Он сказал, «Я, Господи, встань и пойди и спроси в Иудином доме торсянина по имени Савла». Он теперь молится и видел видение мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания понимает, что Бог не следит за соцсетями. Поэтому он решил рассказать ему последнее известие. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о всем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое». Савл был таким плохим человеком, что еще до его прихода в город, христиане уже знали об этом. И Анания думает, что мысли Бога уже в другой части мира, поэтому он пытается вернуть его к мыслям о Дамаске, но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами израилевыми». В Библии народы это все, кто не был евреем. Перед народами, царями и сынами израилевыми. Анания идет и молится за него. Я бы написал эту историю не так. Савл был злым, жестоким и кровожадным человеком, ненавидящим Иисуса и всех его последователей, но у него есть просто невероятные дары. С раннего детства его учили закону Моисея и иудаистским практикам. У него были лучшие учителя и лучшие образования. А еще он римский гражданин, что дает ему невероятную власть во всей Римской империи. Если бы я был Богом и писал эту историю, то было бы так. Это убийца, поэтому эти дары я лучше дам Барри. «Если я сделал одного такого, то сделаю еще одного». Но красота Иисуса в его свободе он берет нас с вами в нашей сломленности со всеми нашими неудачами и всем нашим мусором и трансформирует нас во что-то уникально целое в вечном Царстве Божьем. И в Библии сказано, что он сделал это, чтобы получить за это славу. Мы часто расстроены, потому что нам кажется, что мы делаем все это, и нам должна быть и слава за это. Но Бог желает сделать у вас что-то такое грандиозное, чтобы вы сказали, это точно Бог. Во всем этом есть компонент, который больше меня и больше времени. Я работаю над тем, что ждет меня впереди. В Библии сказано, «Бегите хорошо, потому что приз получают не все». А вы знали, что Бог не социалист? Дайте этой мысли устаканиться. Да, это правда. Бог не будет относиться ко всем одинаковым. Да, он строит для вас дома, но они не будут одинаковыми. Я могу это доказать. Филиппец вторая глава. Бог дал Иисусу имя, которое превыше всякого имени, то есть у Иисуса первое место. Поэтому оно уже не в вашем. Вас ждет награда. В вашем сердце должна быть мечта. Господь, я хочу почтить тебя. Господь, дело не в переполненных стадионах, аренах или в огромном числе подписчиков в соцсетях. Если вы верны в том задании, которое Бог поручил вам, Он вас вознаградит. Павел писал, меня ждет венец праведности. Он писал это, когда был в тюрьме. Его спина покрыта шрамами от многочисленных избиений. От церкви, которую Он открыл, вы бы не захотели посетить. Меня ждет венец праведности. Не выпускайте Божию мечту из своего сердца. Номер четыре. Вам нужно ожидать большего, чем другим кажется это возможно. Ожидайте большего. Пусть ваше сердце всегда будет открыто для Бога. Когда вы и Бог вместе, это огромная разница. Павел был на суде перед Агриппой. Решилась его судьба. А он начал говорить. Парня было не унять. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделать христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих ус. Когда-то я посещал университет Орла Робертса, и он был известен своими фразочками. Помните, с вами случится что-то хорошее, а на баскетбольном поле по обе стороны большими буквами было написано «Ожидай чудо». Может, это немножко обижало спортсменов? «Ожидай чудо». Я благодарен Богу за это время в жизни и за его смелость. И мы, будучи студентами, любили насмехаться над ним. Поэтому я знаю, что делаете вы, когда выходите отсюда. Он придумал слоган «Ожидай прорыва в 77-м». А мы придумали свой слоган «Ожидай жену в 78-м». Очень часто мы упускали то, что он пытался показать нам. А в детстве он болел туберкулезом. Он был из-за очень бедной семьи. И он видел, как Бог взял разбитое тело и малообещающую жизнь и использовал его, чтобы повлиять на целое поколение для Иисуса Христа. Не извиняйтесь за вашу Божию мечту. Не стыдитесь. Люди будут насмехаться над вами, ваши близкие, те, ради кого вы идете на жертвы. Я был одним из них. Большая половина платы за мое обучение была собрана им же, благодаря таким фразам, как «Ожидай чудо» и с тобой произойдет что-то хорошее. А мне не хватило здравого смысла, чтобы не критиковать его. Продолжайте ожидать, что Бог будет Богом в любой ситуации. Не позволяйте эгоистичным и немудрым критикам сбить вас с пути. Ожидайте большего. Ну и последнее, работайте больше, чем другим кажется достаточно. Есть то, что Бог не будет делать за вас. В наши дни работать не модно. Этим должен заниматься кто-то другой. Мы хотим быть мечтателями, а не работать. А я считаю, что мозолями нужно гордиться. Вам нужны такие моменты, когда работа не кажется благодарной, но требует посвящения и усердия. Я понял, что за превосходство нужно платить еще на входе. Вначале инвестиция, а потом дивиденды. Многие люди готовы стоять в очереди только за дивидендами. Но готовы ли вы пойти на инвестицию, когда нет никаких гарантий? Готовы ли вы говорить нет другим предложениям и сконцентрироваться на Господе, пока другие отдыхают и развлекаются? И в этом нет ничего сложного и непонятного. нам нужно принять решение, что мы будем стремиться к лучшему от Бога. Вы важны, очень важны для Него. Не позволяйте трудностям на пути или тяжелому периоду вашей жизни сбить вас с пути. Верен обещавший, неважно сколько мусора в вашем прошлом. Бог эксперт в том, чтобы брать злых, жестоких и кровожадных людей и превращать их в драгоценные камни для своих целей. На сегодня, пожалуй, все. Если запомните хотя бы это, уже будет хорошо. Будьте благословенны. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью, поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнерам. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа», связанные проявлением. Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир.